Туристы из России, ДНР, Беларуси и Собака отправились на Белуху. Звучит как начало забавной истории. В этом декабре клуб «Горный портал» поднял на пик томских студентов не только людей, но и пса, который прибился к группе во второй день их восхождения. По словам гидов, Собаки приходят к тем, кому нужна помощь. Вот и Хаски поддерживала уставших туристов. Гид с 10-летним стажем признается, что даже ему у Хаски придавала сил. Перед восхождением на пик Александр пытался отпугнуть пса. Как он поднимется, ведь у него лапки. Даже двое туристов не рискнули. Я честно не верил, что она залезет сама. Потому что она на полпути уже сваливается, а там полпути еще круче склон. Я ее пытался запихнуть в рюкзак, ругал, кричал мне, ей пофиг. Она своими милейшими глазами смотрит и чуть ли не улыбается. Каким-то макаром у нас залезла. Остались здесь я, соответственно, Рома, красавчик, и собака. Залезть одно, другое дело слезть. И вот тут Хаски испугалась, говорит Александр. Тогда гид придумал прицепить ошейник собаки к веревке. Первые пять минут она сопротивлялась, потом поняла, что обратного в пути нет. Реально начала ходить шаг в шаг со мной. Это было очень удивительно. Ладно, между людьми мы понимаем, что как. А тут собака-человек. А у нас вот такой спуск. Да, родной, давай, давай, давай. Спускались долго, зато надежно. Когда путь стал безопасным, собаку отпустили, и ее лапы сверкали у подножия. А потом собака довела группу до лагеря. По словам Александра, они успели дать псу кличку по названию реки Акем, что в переводе «мой брат». Интересно, начнет ли Хаски, младший брат, покорясь людьми и другие вершины. Анастасия Драган. День с толком.